Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Бхагавадгита 18.65 Почему нет любви? Она есть, но не развита. Да. Любовь дремлет в сердце каждого и развивается тогда, когда человек видит перед собой идеал. Только идеал пробуждает в нас это чувство. Для всех живых существ абсолютным идеалом является сам Бог. Насколько человек развил любовь к Нему, настолько он совершенен. В своем высшем выражении любовь божественна и способна открыть человеку Бога. Однако в низших проявлениях она эгоистична и причиняет много страданий. Маленькая девочка поймала кузнечика и мучила его, пытаясь оторвать ему ногу. Я сказал, подбрось его вверх, и ты увидишь, как он умеет летать. Нет, ответила она, я люблю его. Такая любовь приводит к чувству собственности, и кто-то попадает в ловушку. Настоящая же любовь дает свободу, освобождая от похоти, постоянного желания наслаждаться сексом. Секс – это тюрьма для ума, где зарождаются все греховные желания. Тот, кто занимается им ради собственного удовлетворения, всегда зарабатывает плохую карму, последствия которой ужасны. 20 миллионов детей уничтожается ежегодно в утробах собственных матерей. А те, кому все же позволяют родиться в подавляющем большинстве, не обладают возвышенными качествами и трудно поддаются воспитанию. Многие появляются на свет умственно отсталыми и больными. Животный секс делает несчастными всех детей, родившихся от похотливых мужчин и женщин. Такие дети не могут вернуть родителям свою любовь и, как правило, бросают своих близких в старости на произвол судьбы, потому что от рождения заражены их похотью. Сексуальная энергия тоньше и сильнее ядерной, но действует по-другому. Ядерная обращает тело в пепел, но не способна сжечь в человеке качество добродетели. Поэтому он может перенести их в следующее рождение. Но сексуальная энергия, вышедшая из-под контроля, проникает глубже. Она разрушает в человеке все самое лучшее. Что же тогда он возьмет с собой? И кем родиться? Мысли о сексе должны быть связаны с желанием хороших детей. Желайте хороших детей. Если дети желанны, они не мешают. Это наша опора в будущем. Любите их, но не привязывайтесь к ним, иначе вы все испортите. Дети — это не наша собственность. Они духовные существа и принадлежат Богу. У каждого из них своя судьба. Есть много печальных историй, связанных с эгоистической привязанностью родителей к своим детям. Расскажу одну из них.